Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Яковлевна. Добрый вечер. Сегодня у нас две темы и два собеседника из Москвы и Барышского района. Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Об этом мы будем говорить с депутатом Государственной Думы Владимиром Кононовым. И второй наш гость, победитель конкурса «Общественные признания», просветитель года Наиль Казаков из Барышского района. Актуальное интервью. День российской науки – это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Но история праздника уходит корнями в эпоху Петра I. По его велению, в 1724 году был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств, ныне Российской Академии наук. В этом году ей исполняется 300 лет. Вот последние открытия, сделанные российскими учеными, только за последние два года. Итак, 2022 год. В Курчатовском институте разработали новые теплостойкие, высокопрочные конструкционные стали с повышенными характеристиками прочности, усталостной долговечности и жаропрочности, а также технологии их производства термической и химико-термической обработки. Ядерные пули против рака создали исследователи из Института геохимии и аналитической химии Российской Академии наук совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики МГУ. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета разработали систему защиты от кибератак, в основе которой лежит своего рода иммунизация современной информационной инфраструктуры. Специалисты Института конструкторско-технологической информатики Российской Академии наук создали робота-хирурга для проведения операций в брюшной полости. Российская инфраструктура для арктических исследований пополнилась уникальной, первой в мире ледостойкой платформой «Северный полюс». Это научное открытие только 2022 года. А вот что сделано российскими учеными в прошлом 2023 году. В Научно-технологическом университете «Сириус» открыт новый фундаментальный механизм хранения информации в ДНК. Сотрудники лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета открыли эффективный метод лечения болезни Альцгеймера. Психофизиологи Нижегородского государственного университета создали прибор для настройки оптимальной работы головного мозга. Что касается ульяновской науки, то с ней на постоянной связи находится депутат Государственной Думы, член Комитета по науке, председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Владимир Кононов. Вот и в эти дни в рамках региональной недели он встречается с ульяновскими учеными. Наука Грады, именная стипендия, ядерный щит, программа «Паритет-2030», передовые инженерные школы. Об этом и многом другом Владимир Кононов рассказал в интервью, которое с ним провел мой коллега Дмитрий Емельянов. Если мы сейчас не будем вкладывать средства в природоподобные технологии, в квантовые вычисления, в квантовые компьютеры, в биоинженерию, в разработку вакцин, в борьбе с новыми вирусами и так далее, конечно, мы не только отстанем от мира, но мы и не обеспечим себе вот этого будущего. Потому что наука в основе, конечно, прогресса. Мы сейчас живем в очень непростое время. Да, я так понял, что борьба за будущее страны, за ее суверенитет ведется, в том числе и в научных кабинетах. Ну, конечно, тем более с учетом того, что практически 20 тысяч санкций наложено на нашу страну, так называемым коллективным западом. Такого еще никогда не было в мире и, наверное, не будет, дай бог, ни одной страны. Понимаете, они думали, что они нас ослабят, в том числе и в научном плане. Экономики проседают и в Соединенных Штатах, и в Европе, и Франции, и Германии проседают. А мы выстояли и набираем силу. То есть мы справляемся с этими вызовами? Ну, конечно, мы с этими вызовами справляемся, и в том числе и в плане научных достижений. Давайте приведем пример, Владимир Михайлович. Ну, смотрите, самый яркий пример, который можно привести на эту тему, это, конечно, спутник Ви. То есть это разработка вот той вакцины, мы были первыми. Это самая эффективная вакцина, которая применялась, когда вот началась эта страшная эпидемия ковида. Таких примеров можно приводить много. У нас очень сильные ученые. За последний год, если мы говорим сегодня о науке, да, в день российской науки, за последние годы финансирование науки в абсолютном значении увеличено в полтора раза. И сегодня оно составляет 1 триллион 380 миллиардов рублей. Ведь они действительно хотели отменить Россию. Я говорю вот про коллективный Запад, а это слова президента. Отменить, отменить нашу культуру, отменить наш язык. Ну, примеры приводить не надо, так сказать. Вы все смотрите телевизор, читаете прессу, и наверняка там через VPN многие смотрят и иные источники. Все видно там, если все сравнивать. Они действительно хотели ослабить, отменить Россию. Не получится. Россию отменить не получится. Очень важно нам работать всем вместе в одной команде. Об этом говорит президент. А чем может гордиться Ульяновская область? В 23-м году было проведено два больших мероприятия. Одно проходило три дня, второе проходило два дня. Это международная такая конференция. Изобретаем будущее, которое проходило и в Ульяновском аграрном университете, и в Улгу у Бориса Михайловича Костишко в Политехническом университете Надежда Глебовна-Ярушкина. Даже Педуниверситет тоже своих представителей присылал. Собрались представители-изобретатели не только из России, но и приехали из Белоруссии, из Казахстана, из ряда еще друсных нам республик. Вот обсуждались вопросы новых технологий с акцентом больше всего на беспилотные летательные аппараты, системы, потому что в этом смысле Ульяновск показывает пример всей стране. У нас не только Авиастар, у нас не только УАЗ, которые действительно очень тоже много изобретений и распредложений было в истории сделано именно этими предприятиями. У нас есть все шансы быть первыми в этом национальном новом проекте. Абсолютно верно. И все для этого делается. Очень большая поддержка правительства Ульяновской области и лично губернатора Алексея Юрьевича Русских. Он включен во все эти проекты. Недавно я участвовал в заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области. Там как раз отдельным вопросом выступал директор агентства технологического развития Ульяновской области и как раз говорил об этом. В том числе о поддержке правительства и губернатора по развитию вот этих безпилотных летательных систем. Ну, мы же столица самолетостроения, поэтому и должны быть столицей вот в этих БПЛА. Будем продолжать и в этом году работать. Фестиваль ВАИР «Наука и изобретение для жизни» не остановится. Он будет продолжаться. Будут включены новые субъекты федерации. Ну, Ульяновская область, конечно, будет включена тоже, потому что она для меня родная. И я сделаю все для того, чтобы максимально федеральная поддержка, о которой мы с вами уже неоднократно говорили, в том числе в этой студии, была обеспечена с моей стороны. В графике депутата есть такой момент, который называется «региональная неделя». Одна из последних региональных недель была проведена вами в городе Демитровграде. Вместе с губернатором Алексеем Русских вы выезжали в этот город, посещали лицей ядерных технологий, говорили о том, как должен развиваться город атомщиков. Скажите, пожалуйста, какие-то подвижки вот с помощью вас, депутата Государственной Думы, будут предприняты наверняка, как говорится, вот эта региональная неделя и проводится для того, чтобы вы почувствовали то, что происходит здесь. Конечно, региональная неделя – это та неделя, когда депутат должен работать в регионе, встречаться с жителями региона, с руководителями предприятий, с правительством области, с губернатором. Смотреть, как федеральный закон работает здесь, на месте. И для этого тоже, ну и просто смотреть, какие есть проблемы, и каким образом он, как федеральный депутат, может помочь. Может помочь решить те или иные задачи. Не только с помощью федеральной власти, но и с региональной власти. Допустим, вот я был в Сингелеевском районе, и там открыл для себя, это было просто для меня открытие. Я думаю, что не все жители Ульяновской области об этом знают, что лучшая команда России по русской лапте живет и работает в Сингелеевском районе. В 23-м году на чемпионате России ребята в очередной раз взяли первое место. У них командировочный бюджет от Минспорта области всего-навсего 200 тысяч рублей. Этого очень мало. Это две, так сказать, поездки на соревнования. А они ездят много. Команда-то большая. Да, команда. Проживание, питание, транспортные расходы. Ну, конечно, переезд, да. Поэтому обычным эконом-классом же, понимаете, все очень экономно ребята делают. Поэтому я позвонил новому министру, Скобелеву Николаю Юрьевичу, переговорил с ним. Мы с ним в хороших отношениях. Я говорю, Николай Юрьевич, ну ты же в курсе, значит, что у нас есть. Он в курсе. Вот я говорю, а ты в курсе, что всего 200 тысяч на год дается команде? Он говорит, скорее всего, не в курсе. Но я понимаю, что этого мало. Вот я написал письмо на основании обращения ко мне главы Сенгилевского района и вот этой команды и попросил министра спорта Ульяновской области в 2024 году поднять эту сумму. Ну, если там не до миллиона, то хотя бы там тысяч до 600. Это даст возможность этой команде лучшей в России, лучшей в Ульяновске, лучшей в России съездить как минимум на 4 соревнования общероссийских. Надо вкладывать средства, так сказать, в тех ребятишек, которые передовые, в те команды, которые берут золото, побеждают. Понимаете, не нужно вкладывать средства в те команды, которые играют плохо. Это мой принцип. Вернуться в Димитровоград. Смотрите, Димитровоград, конечно, уникальный город. И я знаю, что правительство области и лично губернатор сейчас очень много уделяет внимания этой области. Я неоднократно был вместе с ним. И вот в декабре было два больших совещания проходило в Димитровограде. Одно с НИАРом, а второе с бизнесом. Ну и присутствовали другие представители, просто люди. Вы знаете, порадовало то, что все практически согласились с тем, что изменения, житейские изменения, дороги, асфальтирование, газоны и так далее, становятся в Димитровограде лучше. Это отметили все. Я сейчас не говорю ту экстремальную ситуацию, которая у нас была совсем недавно со снегом. Давайте пока это в сторону уберем, потому что это проблемы, не хватает техники. Где-то, может быть, нерадиво распорядились димитровоградские власти. В целом поддержка областная и федеральная Димитровограду есть. Он действительно заслуживает этого, потому что хоть он не носит статус наукограда, но это город с высоким научно-технологическим потенциалом. Сейчас, кстати, готовятся поправки в этот закон о наукоградах. И, скорее всего, что он будет называться закон о городах с высоким научно-технологическим потенциалом. Туда войдут наукограды, туда войдут атомные города, такие как Димитровоград. И это правильно, потому что, обладая таким статусом, город будет иметь больше средств из федерального бюджета, лучшие налоги, ну и так далее, поддержку. Дороги станут чище, светлее, шире. Да, конечно, и техники уборочные для того, чтобы убирать снег, если подобная зима еще придет, станет больше, потому что будет средства, на что их закупать. А самое главное, люди поедут с научным потенциалом. Потенциалом, конечно. Кстати, между прочим, вы сейчас затронули на очень интересную тему. Это буквально тоже совсем недавно, я давно об этом думал, какой-то своей вот такой именной стипендии. Не то, что стипендии Кононова, да, там депутата, но это моя стипендия студенту, участнику специальной военной операции. И в Димитровограде нашелся такой парень. Вот, он, кстати, имеет ранение, он награжден медалью орденом, и он сейчас учится на втором курсе филиала МИФИ в Димитровограде. Физик-ядерщик. Будет физик-ядерщик. Вот вы сказали для того, чтобы приезжали люди. Вот такие ребята, патриоты, которые знают, что такое защищать родину, закончил он сам родом, ну там рядом с Димитровоградом из Меликевского района, закончил техникум, а сейчас поступил, заочно учится в вот этом филиале МИФИ. Мы, кстати, филиалу МИФИ с губернатором и с Министерством науки и высшего образования будем очень много вот в этом и на будущий год помогать. Сейчас целая программа такая готовится, потому что это кадры для того же НИАРа там и так далее, так далее. Я как бы подписал с институтом договор, перевел энную сумму средств, и ежемесячно вот эта моя стипендия этому парню будет идти. Он сейчас до конца марта еще как бы в отпуске, вот, а 1 апреля он снова уезжает за ленточку и будет защищать нашу родину. Я не называю его фамилией, имя, отчество, вот, но это очень хороший, достойный гражданин, житель Димитровограда и гражданин России. Попросите, пожалуйста, своего стипендиата, чтобы его усилия были направлены не на создание очередного ядерного оружия, а, допустим, каких-нибудь медицинских препаратов. Что называется мирный атом? Да, совершенно верно. Вы сейчас затронули очень важную тему. Атом бывает разный. Нам нужен ядерный щит, но мы уже его создали практически, поэтому нам сейчас, конечно, нужен мирный атом энергетика и фармпрепараты, так сказать, фармпрепараты в теме, в сфере здравоохранения и так далее, так далее. Абсолютно с вами согласен. Именно по этой причине, значит, в очередной раз обеспечил федеральную поддержку Ульяновскому государственному университету. И третий год команда УЛГУ при поддержке правительства, ну и, в общем, я в этом участвую, получила очередные 100 миллионов рублей, уже третий раз, по программе «Приоритет 2030». Всего в этой программе в России участвуют 132 вуза. И пока идем четко. Вот там просто нужно каждый год подтверждать. Если мы каждый год будем подтверждать, университет будет подтверждать, наш опорный УЛГУ будет подтверждать, так сказать, что он достоин быть в этой программе, то ни много ни мало за 10 лет это миллиард рублей. Но у нас есть мысли с Борисом Михайловичем Костишко, потому что эти средства не только используются в университете, а они используются и в кооперации с разными предприятиями области, в том числе с Димитровоградом. Может быть, мы будем поднимать эту планку. Такая возможность есть или до 250 в год, или до 400. Это средства на закупку оборудования, на оплату приборов, на исследования, учебный процесс, на исследовательский процесс. Вот поэтому к вопросу о федеральной поддержке и к вопросу о Димитровограде, что вот это тоже касается и Димитровограда. Если не ошибаюсь, в этой программе, которая ежегодно подтверждается, мы на повороте обходим солидные московские ВУЗы. Пару ВУЗов не прошли проверку и, так сказать, потерялись. Вот, и не получили. И снова, чтобы им войти в программу, это будет достаточно сложно. То, хочу сказать, что еще помимо вот этой программы «Прите-2030», есть еще другая программа, так называемые «Передовые инженерные школы». И в этом году впервые, опять же, на базе УЛГУ, при федеральной поддержке и поддержке областного правительства, мы вошли в эту программу. «Передовая инженерная школа» — это создание, скажем так, таких школ, кооперация между университетом, предприятиями, учебными заведениями по тому или иному направлению. Здесь взято направление радиофарм препаратов, ядерной медицины. Вот это направление будет нашей «Передовой инженерной школы». Помимо науки, ученых, исследователей, там, изобретателей, нам еще очень нужны инженеры. Был период, когда вот в образовании, в сфере высшего образования, очень мало делалось этому внимания. Все хотели стать юристами, менеджерами. Ну, сейчас у нас идет поток, все хотят стать айтишниками, потому что зарплаты неплохие. Понимаете, но ведь инженерное образование, вообще инженеры — это тоже основа любого производства промышленного, сельскохозяйственного. Великие инженеры там, такие как Шухов, были и сейчас очень много работают в нашей стране. Великие инженеры работают на «Авиастаре», на «УАЗе», бюро приборостроения, понимаете, на «Искре», значит, на «Марсе». Я говорю про вот наши предприятия, поэтому это все инженеры. Вот формирование вот этого, так сказать, поколения новых инженеров, обладающих новыми зданиями, на это нацелена эта программа правительства и Министерства науки и высшего образования. Было в 23-м году 30 таких школ по стране. Вот был конкурс, еще 12. То есть на сегодняшний день 42 инженерные школы, одна. Очень хорошо, что у нас в городе Ульяновске. По деньгам, что это такое, если приоритет 2030 – это ежегодно 100 миллионов рублей, то здесь, значит, она тоже на несколько лет рассчитана. Вот в этом году, в 24-м, наша школа получит порядка 200 миллионов рублей, из которых 110 миллионов рублей – это федеральные деньги, и 130 миллионов – это, скажем так, внебюджетные предприятия, которые в Ульяновской области, которые будут софинансировать этот проект. Ну, немаленькие деньги, очень немаленькие деньги. И это тоже, опять же, не только УЛГУ, это кооперация с разными предприятиями. Но, коли речь зашла о нашем опорном ВУЗе, нам нужен медицинский факультет. Они собираются строить здание у себя в студгородке. Поможете? Я знаю эту тему. Мы с Борисом Михайловичем говорили неоднократно. Думаю, что, скорее всего, может произойти так, что этот факультет будет построен вот на территории бывшего Суворовского училища. Я думаю, что там ему место. Сейчас остановлено коммерческое строительство. Проект сейчас проходит переосмысление. Я разговаривал на эту тему с губернатором. Я думаю, что правильное решение его сделать именно там. То здание, которое, где сейчас он находится, это же здание, по-моему, епархии, если не ошибаюсь. И, значит, отдать его, так сказать, епархии. Мне представляется, что вот этот вариант более живой и более правильный. Но время покажет. Поэтому, в конечном счете, это будет принимать решение региональной власти. — Достижения наших российских ученых, которые совершаются сегодня, они мировой научной общественностью поддерживаются, несмотря на эти санкции? — Ну, Дмитрий, вы очень такой правильный и сложный вопрос задаете. Ну, конечно, там не в той степени, как это было раньше. Там американцы, немцы, вот они хотят поддерживать, но они... — Осторожны. — Но они осторожничают, они зашорены. Они, собственно говоря, повязаны, у них руки повязаны, понимаете, и глаза. Вот поэтому, конечно, не так, как это было раньше, конечно, нет. Открываются другие территории, другие миры. У нас есть Юго-Восточная Азия, у нас есть Китай, Индия, понимаете. Все говорят, вот сейчас Китай нас заполонит. Да нет, Китай сейчас такими темпами развивается, там такая университетская наука, такие средства вкладываются. Нам только учиться у них надо. Вот, поэтому нужно, сохраняя суверенитет, переориентироваться в сторону, так сказать, того прогресса, который сейчас в мире есть. Мир стал многополярным. Это заслуга нашей страны и нашего президента. Все, гегемония Америки почти закончилась. Открываются новые территории. Китай, Индия, Вьетнам. Вот, открываются новые туристические маршруты. Если не говорим про внутренний туризм, который очень сильно развивается. Но если говорить про зарубеж, прекрасные, уникальные места в Китае, во Вьетнаме. Да, прекрасное море, океан. Вот, поэтому, ну, точно мы не пропадем и точно мы станем сильнее. Может быть, когда-нибудь, через много-много лет, кто-нибудь скажет спасибо за эти санкции? Скажет. Вы слушали Владимира Кононова, депутата Государственной Думы, члена Комитета по науке, председателя Всероссийского общества, изобретателей и рационализаторов. Он в эти дни в рамках региональной недели находится в Ульяновской области. В честь Дня российской науки, который мы отмечаем сегодня, учебные и научные учреждения по всей России провели культурные мероприятия, призванные популяризировать научную деятельность. В стране прошли научные конференции, экскурсии, круглые столы, фестивали, выставки, лекции и показы научного кино. Полторы тысячи ученых в День российской науки приняли участие в проекте «Ученые в школы» и прочитали лекции в школах по всей России. Кстати, сегодня празднуется не только День российской науки, но и 190-летие со дня рождения выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Козина. Я продолжаю вечернюю передачу. Наш следующий собеседник – Наиль Бекирович Казаков. Он стал победителем номинации «Просветитель года» в конкурсе «Общественное признание», который ежегодно проводит Общественная палата Ульяновской области. Перечислять все его регалии нужно время, но они того стоят. Наиль Казаков – член местного отделения Палаты справедливости и общественного контроля Барышевского района, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Старо-Тимошкинского городского поселения, член ветеранской общественной организации «Серебряная» при администрации Барышевского района, член региональной татарской национально-культурной автономии, член Совета музея боевой и трудовой славы Барышевского района, член муниципальной информационно-лекторской группы ветеранов. У Наиля Бекировича бурная и энергичная молодость. Он был секретарем комитета комсомола на Старо-Тимошкинской суконной фабрике. Затем 25 лет был главой родного поселка. О том, как под его руководством за четверть века неузнаваемо изменил и Старо-Тимошкина, он может рассказывать часами, потому что всегда любил работать для людей. Он не ожидал и был приятно удивлен итогами голосования и победой в конкурсе «Общественные признания». Я житель рабочего поселка, родился, вырос, постарел. Я в рабочем поселке Старо-Тимошкином. Учился в школе, армия. У нас в рабочем поселке фабрика имеет третьего интернационала, то есть сукно выпускали. Я там немного поработал электриком, потом после армии меня избрали секретарем комитета комсомола. Освобожденные единицы я работал в течение пяти лет. С 70-го по 75-е годы. В 75-м году, соответственно, показал себя с хорошей стороны, и меня выдвинули на советскую работу. Я в Тимошкине работал председателем исполкома поселкового совета, главой администрации поселка. 25,5 лет я работал на этой должности. 1975-е по 2000-е первый год. Ну, теперь я поняла, почему, когда вы выходили на сцену во время гражданского форума, когда шло подведение итогов, как вам рукополискал Залный, Лебекирович? Вас очень хорошо знают в области. А теперь вот про сам гражданский форум, про конкурс, общественные признания. Вы победитель номинации, просветитель года. Вот про эту работу мне и хотелось бы с вами подробнее поговорить. А много ли вам приходилось ездить в прошлом году? Куда вы приезжали? С кем встречались? Какие выступления у вас были? Мы шли на пару, значит, к Корсунским женщиной юристкой. И в конечном итоге я набрал 342, а она набрала 304 голоса. Я одержал победу. Мы выставили в интернет, голосовались в Ульяновске, голосовались в Москве, в Брыше, в Тимошкине. Круг был очень такой обширный, потому что я вот в интернете сижу в Одноклассниках, там у меня специально все вопросы ветеранской организации, называется «Будь не ветеранов». Я там все освещаю, вот чем мы занимаемся. И что характерно, люди даже откликаются с Ташкента. И они пишут мне, что мы в курсе дела, что происходит, что делается в Тимошкине. И они очень рады, что на самом деле Тимошкина не умирает, а живет, трудится, показывает людей и так далее. Для меня это была великая победа, безусловно. Соответственно, я выходил, меня знают и в области, и в районе. Я вот когда говорил, что я работал секретарем комсомольской организации, в то время секретарем обкома комсомола был Юрий Фролович Горячев. А потом он уходит в Ленинский район, потом уже возвращается на должность головы администрации области. И знаете, мне очень повезло, что я с ним сперва работал в комсомольской организации, в составе областной комсомольской организации, возглавлял первичную организацию. А потом мне посчастливилось с ним дальше трудиться уже в другой сфере. Ну, результаты есть, конечно, безусловно, очень много. За мое пребывание с 25 с лишним лет рабочий поселок Старо-Тимошнино приобрел совершенно другой вид. Появился водопровод, появились асфальтные дороги, появились железобетонные мосты, заменили все электротехническое оборудование полностью. Газификация поселка, мною начатая, документация, все прочее, прочее, все это моими усилиями. Это все начиналось при мне. Давайте перейдем к номинации «Просветитель года». Итак, в течение 23-го года где вы побывали? Мы были в многих районах, в Новоспасске, в Сурском районе, в Теренге, в Маинском районе, с обменом опытом работы. В составе делегация небольшая, во главе председателем Совета ветеранской организации Шумилева Евгения Александровича. Нас там встречают, мы обмениваемся опытом работы, встречаемся активом. А перед молодежью выступали? Да, да. Я бываю очень часто в школе. У нас в Старо-Тимошкино поселение входит же Калда, Заречный, Тимошкино, Смольково. Меня приглашают в школу. Мы даем уроки мужества. Потом приезжают в собластной ветеранской организации. Полковники в отставке, в медалях, в орденах. Вместе выступаем перед детишками. Также я являюсь членом информационной группы Барышской ветеранской организации. О чем рассказываете дети? Рассказываем по тематике, военная тематика, допустим, по юбилейным датам. Все насущные вопросы сегодняшнего дня мы доводим до разума детишек. Особенно военно-патриотическая работа. Конечно, детишки смотрят. Берем с собой наглядные портреты участников, предметы того времени. У нас в школе хороший музей есть. Истории рабочего поселка. Вот недавно буквально с третьеклассниками я встречался во время канюкулов с детишками третьего класса. Понимаете, когда я им рассказываю про наших героев Советского Союза. А вот Тимошкина богата своей историей. У нас три героя Советского Союза. Во всех рабочих поселках нет такого, чтобы три героя. А у нас есть. И мы этим героем гордимся. А кто они? Герои Советского Союза. Абдрисаков Алик Асимович. Он житель рабочего поселка Старо-Тимошкина. В призывном возрасте уехал на фронт. Воевал, вернулся. Но в Тимошкине он не жил, а жил в Селинске. Богданов Хамзя Салимович. Полковник. Бригадир танковой бригады. Очень такой знаменитый. Тоже наш выходец Тимошкина. Он очень длинное время служил в армии. Потом под Ленинградом возглавлял СПТУ. Учил детишек. Умеркин Абдухак Сагитович. Тоже наш Тимошкинский. Он тоже так же воевал. На фронте показали себя героями. Сражались с немцами. И получили высокое звание Героя Советского Союза. Умеркин Абдухак Сагитович. Он, конечно, в итоге жил в Казани. Возглавлял там среднюю школу. Этой средней школой памятник. И носит его имя. Наша общеобразовательная школа. Прошлый год получил звание Героя Советского Союза. Богданова Хамзя Салимовича. Мы ее увековечили. У нас есть два мемориала в Тимошкине. Перед администрацией поселкового совета. Целый обелиск. Огонь славы. И мемориальная стена воинов наших земляков. И парк Победы. Это парк Победы. Когда мы были молодыми комсомольцами. Мы посадили. Вот там пустырь был. И сейчас вырос большой парк. Там свои 20-летие Победы установили солдата. Плаш-палатки с автоматом в руках на вашем постаменте стоит. И вот там мы сделали дополнительное. Это вот было в 19-м году. Сделали мемориальную стену Тружникам Тыла. Где написали на гранитных плитах. Выгрывали имена тысячи сто наших жителей поселка, которые работали во время войны. И там же стоит стена трех героев Советского Союза. Делали по народной инициативе. Часть денег с области. Часть денег с администрации. Ну соответственно часть денег вклад самого населения поселка. Сметная ее стоимость 2 миллиона. Третья часть собственно мы собрали с населения. А вот на площади вот мы в 16-м году 4 ноября открыли вот эту мемориальную стену. Посвященную погибшим и вернувшимся. Там погибших 490 человек. А вернувшихся 550. Я сейчас занимаюсь дальнейшим увековеченным памяти наших участников. Я вас сейчас собираю материал к 80-летию Великой Победы. Я думаю, что в этом году мы ее издадим. То есть мы хотим издать книгу памяти именно по Тимошкину. Где она будет стоять из четырех частей. Первые погибшие, бездетели пропавшие. Она готова уже. Вернувшиеся около 650 человек. Наши земляки с фронта. Труженики тыла. Там вышли тысячи человек. И дети войны. Это вот будет энциклопедия для будущего поколения. Потому что вот мне уже 77 лет спрашивают о ком-то. Поинтересоваться, где он жил, где работ уже некого. А это будет энциклопедия, где будут наши ребята, дети. Будут открывать и смотреть своих прапрадедушек, прапрабабушек. А расскажите про традиционные спортивные спартакиады пенсионеров. И вот соревнования рыболовов, любителей серебряного возраста. У нас в районе и в районе, и в Тимошкине это создано. У нас есть в центре поселка копанный водоем называется. И вот там есть рыбы. Вот сейчас в частном порядке запустили туда рыб. Мы на берегу этого пруда сделали день рыбака. И вот этот вот день рыбака уже пятый раз проходит ветеранская организация по главе Юрия Александра Шурмилева в Барышевском районе. Я туда везу свою делегацию Стимошкина. Пять-шесть человек. Каждый год мы там участвуем. Мы занимаемся спортивной жизнью, чтобы все ветераны, ну, допустим, у нас своя команда, команда флитболисты, стрельба. Ну, такой легкий вид, которым могли бы ветераны 70-80 лет участвовать в этом направлении. Везу команду в Барыш и в Барыше проводим летние спартакиады, зимние спартакиады. Ну, нравится вашим ветеранам такие встречи. Да-да, они ездят. У нас вот есть индивидуальный предприниматель, который занимается транспортом, возит людей. Мы едем в Барыш, забираем людей. И вот были, допустим, в Ульянске. Мне очень вот буквально в декабре месяце понравилось. Организовали по линии пенсионного фонда. И там были, соответственно, ветераны, где провели четырехчасовую экскурсию обзорную по Ульянске. Показали все районы города Ульянска. Были авиастары. Посетили губернаторский лицей инженерный. Так мне понравилось. Не только мне, но и всем присутствующим. Действительно, вот это учебное заведение соответствует сегодняшнему достижению науки и культуры и образованию. Вот такие вот мероприятия мы посещаем. Это постоянно. Я являюсь членом бюро Совета ветеранской организации, председателем Совета Евгения Александровича Шумилевым. Мы всегда планируем, советуемся по всем этим вопросам. Я не один. У меня боевые пенсионеры. Целый Совет ветеранской организации, 15 человек. Мы регулярно с ними общаемся, ездим везде и всюду. Хотелось бы отметить Серафиму Степановну. Она мой замуж. Бывший учитель средней школы. Ханов Шамиль Ахтямович. Он сейчас работает, но ему тоже уже под 70 лет. Очень активный. Ермилий Владимирович, жена учительница. Он сам учитель. Всю жизнь они проработали в школе. Катермиатова Халида Хаметова. У нас во всех селах центры активного долголетия. Вот Тимошкинский сад «Дружба» возглавляет член Совета ветеранской организации Катермиатова Халида Хаметовна. Берптов Шамиль Абдул-Хакович. Это бывший директор спортивной школы. Нашей средней школы. Шакуров Раиль Ахтям. Всю жизнь работал в спорте. Возглавлял фабричный ДСО «Труд». Чеботарев Найль Зубаирович. Это бывший директор торгового ростчика предприятия. Умеркин Шамиль Анвярович. 30 с лишним лет Тимошкин работал участковым инспектором. Катерлеев Хамзя Юсупович. Он предприниматель по разработке древесины. Помогает. Воронов Евгений Павлович. Он работал в школе, преподавал физкультуру. Вот этот актив. Я когда работал председателем Совета, они были вокруг меня. И они же остались со мной и по сегодняшний день. А у вас ветераны-то живы? У вас кто-нибудь фронтовики-то есть? Из всех фронтовиков в 1975 году их было где-то около 300. Участников войны так таково уже никого нет. Единственный Поздухов Александр Петрович, он участник Второй мировой войны. Он в Японии был. Ему 96 лет. Вот мы на день победы, на 5 декабря у него день рождения. Мы с главой администрации всегда ходим, поздравляем с днем рождения. Но у нас еще ветеранская организация, принято очень хорошие работы, ведем. Вот этих ветеранов труда, исполнивших 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет на дому поздравлять. Дарим поздравительный адрес и памятный подарок. Это мы делаем совместно с главой администрации. Молодцы. То есть, если хотите работать, то есть условия, да, работать? Конечно, конечно. Самое главное желание. А у меня это желание есть. Я вот и болею порой, и уже возраст. Но я не хочу бросить его. Почему? Потому что вся жизнь моя связана с работой людьми. Вы слушали интервью с Наилем Казаковым из Барышевского района. Победителем номинации «Просветитель года» в конкурсе «Общественные признания». Такие люди, как Наилем Казаков, это гордость нашей Ульяновской области. Он яркий представитель того самого гражданского общества, о котором мы говорим. С надеждой на лучшую жизнь. Вечернюю передачу для вас подготовила Наталья Яковлевна. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»